Салам астаму хурмит от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я сегодня эфир назвучил свой как экстренное выступление. Это действительно экстренное выступление. Дело в том, что вчера Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, что болезнь под названием коронавирус, ему присвоен определенный статус, чрезвычайный, как пандемия. И вы знаете, что сразу же буквально через несколько часов следом выступил президент США Дональд Трамп и объявил о том, что Америка принимает различные чрезвычайные меры. Предварительно из бюджета страны Конгресс США немедленно выделил 8 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Хотя в Соединенных Штатах Америки пока число зафиксированных больных коронавирусом считается незначительным. Но вы видите, что президент США, это самая крупная в мире страна, по экономическим и любым другим показателям они мгновенно среагировали. Это говорит о многом. И тот факт, что в Казахстане не зарегистрированы еще ни один случай больных коронавирусом, хотя Китай наш ближайший сосед. Мы прямо примыкаем к Китаю. В нашей стране работает очень много граждан Китая, очень много инвестиций внутри нашей страны. И, конечно же, абсолютно нереально, чтобы у нас не были зафиксированы случаи больных коронавирусом. Главный сориентарный врач сказал, 11-16 туда-сюда плюс неделя, к 11 прибавляете неделю, получается 18. То есть, судя по всему, власти намереваются объявить о больных коронавирусом после 18 марта, когда пройдет заседание, расширенное заседание полицовета партии Нур-Атан. Вот, собственно, они как намеревались. Но вчера заявление Всемирной Организации Здравоохранения, их планы спутало, и я так понимаю, что сейчас Астана находится в замешательстве. Но, тем не менее, казахские власти не раскрывают правду. Я вижу, что в интернете существует такое благодушное настроение. Говорят, что гриппа в мире умирает около полумиллиона. Там еще что-то, какие-то аргументы, что это просто раздувают слухи и так далее. Я, к сожалению, вынужден констатировать, что это сильное заблуждение и опасное. Опасное для жизни. Опасное для жизни вас и ваших близких. Я хотел бы в этой связи рассказать, какие последствия ожидаются сейчас, как в мировой экономике и особенно, каким образом эта опасность затронет нашу страну, Казахстан. Сейчас, когда коронавирус только-только набирает свои обороты, уже убытки оцениваются триллионами долларов. Триллионами, вдумайтесь. И число заболевших пока более 120 тысяч человек. И первым является Китай, второй, внимание, второй, Италия, третий, Иран, потом идет Южная Корея, далее другие страны. И вот, собственно, Америка объявила о том, что закрывает сообщение, авиасообщение между Европой, благополучной Европой и Соединенным Штатом Америки, кроме Англии. О чем это говорит? Это говорит о серьезной опасности, которую наши граждане должны воспринять очень серьезно. Вы помните в свое время, когда в 2007 году бушевал финансовый кризис? Наши власти говорили, что у нас там такая гавань, у нас все хорошо. Вот это там, где-то в Америке, Европе все бушует, а у нас хорошо. А затем раз, все начало разваливаться, десятки тысяч безработных, затем девальвации, это было в 2009 году. Затем еще девальвация в 2014 году. Вы помните все эти девальвации, которые привели к очень серьезным трудностям наших людей? Каждый раз Назарбаев заявлял, что девальвации никакой не будет, все будет хорошо. Раз и так несколько раз обваливалось, и вы теряли свои вклады, свои деньги, свои доходы, поддаваясь обману со стороны высшего руководства страны. В этой связи я хочу предостеречь наших граждан. Ситуация действительно тревожная и очень опасная. Моя семья живет в Италии, я во Франции. Мы вынуждены, потому что у нас разный статус. Я имею статус во Франции, они в Италии. Но не это главное. Главное то, что в свое время, в 2013 году, Назарбаев, предполагая, что я нахожусь со своей семьей в Италии, путем подкупа договоренности с полицейскими Италии, организовал нападение на мою семью, когда около 50 полицейских перелезли через забор, ломали стекла, окна, врывались без опознавательных знаков, вели себя как бандиты. И сейчас в Италии над ними идет процесс, где большому количеству людей предъявлено обвинение. Обвинение в нарушении законов, похищении и все прочее. Поэтому я, к сожалению, вынужден жить отдельно от своей семьи, чтобы не подвергать их риску постоянного возможного нападения. И вот сейчас я могу сказать уже как реальность, потому что я понимаю, какая ситуация опасна в Италии. Моя семья из Италии уехала, потому что там наступила очень опасная ситуация, опасная для жизни, для здоровья и все прочее. Покинула, уехала в другую страну. Что происходит, например, в Италии? Сейчас практически вся Италия ограничена в перемещении. Людям запрещено без надобности выходить из дома, только в случае, если на работу. Открыты только продовольственные магазины и аптеки. Запрещены любые увеселительные предприятия, закрытые пункты общественного питания и так далее. То есть это реальность для того, чтобы даже внутри Италии переместиться. Это целая процедура, чтобы вы понимали. И вы должны понимать, что Америка, Италия, Европа, они не случайно все эти меры предпринимают. То есть опасность очень серьезная. Я даже скажу, что она, наверное, самая серьезная, может быть, с периода, когда был 15-16 век, когда по всему миру распространялась чума, и эта болезнь выкашивала просто целые города и целые государства. Поэтому, уважаемые друзья, я прошу вас отнестись серьезно к этой угрозе, беречь себя, беречь своих близких и не поддаваться благостным заверениям наших властей, что якобы никто у нас не болеет, ни одного случая не зарегистрировано, вы все должны понимать. Это очередная ложь. Ложь, как в свое время что-нибудь девальвации, ложь, что у нас все хорошо. Не верьте, этого нет и не может быть. И мы, к сожалению, почувствуем очень быстро, что масштабы бедствия настолько большие, что очень непросто будет бороться с этим. Сейчас, опять же, я живу в Европе уже довольно длительный период, и хорошо помню в Советский Союз, когда в Советском Союзе считалось обыденным, когда полки были пустые, только были банки стеклянные с огурцами, с помидорами, ну и с какими-то там, ну сахар может лежал, если не было дефицита. А так в целом были пустые полки, ну хлеб можно было купить, мясо нужно было гоняться, колбасу не купишь, масло тоже самое. И это была наша жизнь в Советском Союзе. Но в Европе, конечно же, такого не было. И впервые, сколько я живу в Европе, я думаю, сами европейцы не видели такого, даже в период Второй мировой войны. Полки во многих странах Европы опустошаются, люди запасаются впрок. Я на своем Фейсбуке, Инстаграме выставил фотографии пустых полок, как люди приезжают машинами, буквально сметают, как продовольственные товары и предметы гигиены. И люди в целом себя ведут одинаково. Когда люди осознают опасность, они начинают запасаться продовольствием. Тем более, что рекомендации врачей не выходить из дому. И как можно меньше должно быть контакта с внешним миром. Ну и естественно, что в этом случае люди должны запасаться продовольствием и другими товарами. Поэтому это неизбежно произойдет и в нашей стране. Неизбежно произойдет сейчас ближайшие буквально на ваших глазах неделю-два, когда вы, заглядывая в интернет, будете видеть, что происходит в Европе, в Америке и других странах. Вы будете видеть, как люди очень быстро двигаются и скупают продовольствие. То же самое, конечно, произойдет и в Казахстане. Но с определенным запаздыванием. Поэтому, конечно, возникнут сейчас серьезные трудности. Серьезные трудности возникнут у людей, которые не имеют возможности скупать продовольствие и другие предметы гигиены с запасом на две недели, на три недели. Мы прекрасно понимаем, что основная часть нашего населения живет, что называется, не только от зарплаты до зарплаты, но неделю в неделю. И не у всех есть возможность покупать впрок запасом. И в ближайшее время наступит дефицит товаров. Хотя торговые сети, крупные, заявляют в Казахстане, вот Магбум я сегодня видел заявление, что товара достаточно, я хочу объяснить, почему происходит и произойдет дефицит товаров. Дело в том, что у каждого торгового центра, торговой точки есть обычно средний объем продаж. Исходя из этого объема продаж в месяц, за три месяца и на полгода, они проектируют остатки на складе, остатки в магазине, подписывают контракты с поставщиками, и товар по определенному графику двигается и приходит в торговую сеть. И это обычный размеренный образ жизни людей, и торговая сеть именно на это настроена. Но когда люди, осознавая, что необходимо запастись товаром, начинают резко приходить скупать те или иные товары, в магазине, понятно, товар заканчивается или его становится очень мало, потому что торговая сеть не предусмотрела и не могла предусмотреть вот такого резкого повышенного спроса. Конечно, это приведет к сбоям. Плюс, с учетом того, что вводится ограничение или уже вели многие страны на авиасообщение, соответственно, многие товары, если раньше поставляли с грузовыми самолетами, они сейчас, скорее всего, потеряют такую возможность. И наступит момент, когда будет сбой по всей торговой сети, по всей стране, как, собственно, сейчас происходит в благополучной Европе. Здесь то же самое, торговые сети заявляют, что все нормально, но в реальности ты, когда смотришь, они становятся пустыми, просто все сметают. Не успевают поставщики поставить, не успевают производители произвести. В северной части Италии вообще закрыты многие производства, останавливается производство. Это реальность, уважаемые друзья. Это, к сожалению, реальность, она будет очень скоро и в Казахстане. Поэтому вы не должны верить нашей власти, вы должны думать о себе и думать о своих близких. Что нам нужно делать? Дело в том, что многие страны, вот видя такую ситуацию, начали реализовывать комплекс мер, чтобы снизить этот накал, чтобы решить хоть как-то проблемы вот этой паники, решить проблемы с болезнью. Существуют это серьезные проблемы, потому что не хватает больничных коек, не хватает врачей, не хватает кислородных масок, специальных аппаратов, которые вентилируют легкие. Вот Италия сейчас вот такая, к сожалению, ситуация, очень тяжелая ситуация. Что нужно делать нам, тем, кто находится в сложной ситуации? Мы должны действовать, мы должны потребовать от правительства предприметлять решительных мер. Мы знаем, как работает Назарбаев и его правительство. Они будут вас обманывать, убаюкивать, говорить, что все нормально. Они будут прятать статистические данные о тех людях, которые реально заболели коронавирусом. Они все время будут заявлять, что 10 человек заболело или 20, в лучшем случае, как он сказал санитарный врач, плюс-минус недели, это значит, вы после 18 марта услышите о первых заболевших. То есть очевидно, что эта власть будет лгать, лгать, лгать и лгать. Что называется дело утопающих, дело самих утопающих. Я хочу привести пример, например, вчерашний, когда следователи просто волонтаристки, нарушая все законы, заблокировали 18 человек их карты, кредитные и дебетовые карты, ссылаясь, что они слишком сильно любят ДВК. Это, конечно же, когда отсутствует судебное решение, когда отсутствует обвинение, когда отсутствуют какие-либо доказательства. Это просто наглое, беззаконное решение следователей. Конечно же, такие решения следователь не принимал самостоятельно, это была команда спущена сверху. И гражданские активисты, объединившись, сегодня пошли большой массой к ДВД, потребовали этого следователя появиться, и следователи были вынуждены разблокировать их карты. Такие процессы происходят во многих городах страны, в Шенкенте, в Ахтубе, в Астане и так далее. Когда люди, объединившись, не каждый сидит дома и сожалеет или обращается к Токаеву, пишет петиции, а именно, когда вы массой объединяетесь, идете к источнику ваших проблем, только тогда можно решить эти вопросы. Собственно, вот такая ситуация сейчас и с коронавирусом. Сейчас магазины будут опустевать на ваших глазах, люди будут скупать. Как я говорил, не у всех такая возможность есть. Наступит момент, что цены на товары резко вырастут, потому что очень многие люди будут скупать, это, кстати, и в Европе происходит, скупать товары, класть себе на склад, потом будет продавать дороже. Это происходит всегда в таких обстоятельствах. Это было и в Советском Союзе, это было в начале 90-х годов. Это возникает всегда при дефиците, когда товара не хватает. И это будет неизбежно происходить в нашей стране. И поэтому мы должны от правительства потребовать серьезные действия, которые могли бы сгладить эти проблемы. Для примера я могу сказать вот в благополучном Гонконге живет 7 миллионов человек, их доходы на душу населения превышают более чем в 5 раз доходы граждан Казахстана. Но какие меры приняло правительство Гонконга? Каждому человеку в Гонконге было выплачено приблизительно 1200 долларов безвозмездно. Почему? Потому что из-за развития коронавируса люди потеряли возможность сходить на работу, потеряли заработки. Далее торговые сети соответственно у них упала выручка, они начали нести убытки. И чтобы решить проблему без перебойности поставок, чтобы смягчить последствия коронавируса, правительство Гонконга каждому человеку жителю Гонконга выплатило приблизительно 1200 долларов. 200 тысяч семей получили отдельно персональную помощь и пакет такой помощи составил свыше 15 миллиардов долларов. Назарбаев рассказывает все время, что у нас резервов очень много, более 60 миллиардов долларов якобы в национальном фонде, 29 миллиардов где-то приблизительно валютных резервов у национального банка и мы должны потребовать, чтобы правительство предприняло стремительные действия по смягчению проблем связанных с развитием коронавируса. Мы как политическая организация Демократический Выбор Казахстана будем каждый день заявлять об этих инициативах. Такие инициативы должны затронуть каждого гражданина нашей страны, каждого, не нынешнюю политическую верхушку, которая ничего не страшно, в нее миллиарды и миллионы, за рубежом активы, недвижимость, у них гигантские ресурсы, а именно такие инициативы, такие решения, которые бы могли бы помочь каждому гражданину Казахстана. Мы с этими инициативами будем выходить завтра и в последующие дни. И затем на основе наших инициатив будет сформирован пакет, пакет действий со стороны правительства Казахстана. Ну, мы знаем, что правительство Казахстана у нас мертвое, двигаться не будет. Ну, мы знаем опять, что Такаев, он вообще ничего не решает. Назарбаев уже пожилой человек, он только ходит, ордена собирает, вот сегодня его объявили, что он очередную награду получил за заслуги перед народами Пакистана, народом Пакистана и государством Пакистана, в общем, одним словом, ельбасы Пакистана теперь, не только Казахстана. Поэтому мы понимаем, что эта власть ничего делать серьезного не будет, они будут только вас обманывать. И мы должны выдвинуть ряд требований правительства Назарбаева, чтобы сейчас они были незамедлительно предприняты. Я сейчас, наверное, озвучу буквально две-три ключевые инициативы, обоснуя и аргументируя их. Это не популизм, это реальность. И пусть кто-то из правительства, все правительство может выйти и заявить, что Аблязов популист, я очень быстро этого человека посажу на место аргументами. Таких, как правило, уже в течение трех лет нет. Я их вызывал на дискуссии всем правительствам вместе с Назарбаевым, но желающих не нашлось. Итак, какие возможности у нашей страны сейчас есть немедленные, которые повлияют в целом на то, снизить ваши издержки, ваши расходы. Я еще раз хочу напомнить в Соединенных Штатах Америки в связи с тем, что вот есть угроза развития коронавируса, президент Америки снизил какие-то налоги, выплаты, связанные с подоходным налогами и другими налогами, какие-то еще другие платежи. В Европе создан специальный фонд размером 25 миллиардов евро для того, чтобы бороться с коронавирусом. То есть вы должны понимать и Европа и Соединенные Штаты Америки понимают катастрофические риски, связанные с развитием коронавируса. И для этого выделяются миллиарды и десятки миллиардов долларов. и благополучная Европа и Америка справятся с этим проблемой, потому что у них есть технологии, потому что люди действительно многие могут работать дома, это не навредит развитию производства, а у нас практически все ручное производство, мы должны присутствовать на местах и вы должны понимать, что коронавирус нанесет максимальный вред именно в отсталых странах, технологических отсталых, во всех отношениях отсталых и так называемых нищих и бедных странах, к которым относится Казахстан. Это мы все должны осознавать. Итак, я сейчас хочу озвучить буквально несколько инициатив. Завтра, понедельник, мы озвучим еще и потом оформим его как пакет, который правительство обязано реализовать и только наша гражданская инициатива объединенная сила заставит это правительство выполнить наши требования. Что мы должны потребовать? Немедленно понизить цены на нефтепродукты минимум на 50%. Минимум. Мы должны потребовать понизить цены на газ, который вы используете в целях отопления или еще для каких-то целей. Почему именно на 50%? Дело в том, что сейчас идет падение цен на нефть. В ближайшие две недели упадет цена на нефть еще. Сейчас порядка 33-34 доллара за баррель. В начале года было 68, то есть два раза цены на нефть упали. Соответственно, цены на нефтепродукты должны упасть тоже в два раза. Но это еще не предел. В ближайшие две недели цена на нефть достигнет минимум 25 долларов за баррель, а вероятнее всего и дойдет до 20 долларов за баррель. то есть цена на нефть упадет в три раза. И я вам так скажу, что будут серьезные проблемы. В ближайшие месяц-два будут массовые сокращения нефтево-газов в отрасли, их смежных отраслях. И этот кризис затронет практически всю экономику страны. Всю абсолютно. Ни у кого не должно быть сомнений. В ближайшие два-три месяца вы увидите негативные последствия падения мировых цен на нефть. Но мы должны из этого получить плюс. Какой плюс? В связи с тем, что Назарбаев и Кулебаев контролируют цены на нефтепродукты, они цены на бензин не собираются понижать. А мы должны потребовать. Мы должны потребовать, потому что это фактически приведет или к снижению цен на товары и услуги, потому что составляющая нефтепродуктов влияет на все. Перевозится продовольствие на машинах, значит затраты увеличиваются. цены на бензин высокие, то соответственно эти затраты ложатся на ваш продукт. Чтобы вы не покупали, в составляющих затратах есть бензин. Поэтому его резкое падение в два раза вниз приведет к тому, что или цены на товары не будут расти, или они даже упадут вниз. Что мы должны экстренно сделать? Дело в том, что Саудовская Аравия объявила, что вместо 9 миллионов баррелей в сутки, она будет производить скоро, это буквально в апреле, 13,5 миллионов баррелей в сутки. То есть на 50% увеличивать объем производства нефти. Россия объявила, что тоже увеличивает на 300 тысяч баррелей в сутки. И таких стран в мире много. Это первое. Второе. В связи с тем, что в мире многие сейчас начали работать дома, не выходят на улицу, спрос на нефтепродукты резко падает. Соответственно будет падать спрос на нефть. А нефть наоборот производится больше. Закон рынка говорит, если товара много, то цены на него падают. И поэтому сейчас все аналитики говорят, что в ближайшие 2-3 недели цены на нефть упадут ниже как минимум 30, а в реальности до 20 долларов за баррель. И поэтому наши требования понизить цены на нефтепродукты минимум на 50%, то есть в 2 раза абсолютно реалистичны, экономически обоснованы. Это то, что мы должны потребовать немедленно. Далее мы должны потребовать от правительства, чтобы правительство сняло все ограничения в виде пошлин, каких-то дополнительных налогов на ввоз товаров в нашу страну, продовольственных предметов гигиены и так далее мы список оформим, заявим какие нужны. Это нужно сделать немедленно, потому что сейчас вы знаете существует дефицит тех или ных товаров и будет еще существовать дефицит. И поэтому правительство должно предпринять немедленные меры, просто немедленные, чтобы этот товар беспрепятственно и по более низким ценам дошел до потребителей. Это первые немедленные шаги. Понижение цены на нефтепродукты в два раза приведет к тому, что ситуация более-менее стабилизируется, станет легче жить гражданам страны. Мы еще должны потребовать целый пакет мер, связанные с кредитами, потому что многие потеряют работу, многие будут не в состоянии выплачивать сейчас текущие проценты. В нашей стране 9 миллионов приблизительно человек, которые имеют потребительские кредиты, ипотечные займы и так далее. Мы должны сейчас отправиться потребовать ряд мер решительных, чтобы облегчить жизнь простых граждан Казахстана. Уважаемые друзья, все, что я говорю, это абсолютная реальность. Это не попытка создать панику, это информирование, чтобы мы сами боролись за свою жизнь, потому что они, это политическая верхушка, будут жить в своих дворцах, спрячутся за заборами, они будут вас обманывать, и вы будете видеть, как мимо вас ваши близкие попадают на кладбище, к сожалению, и вы должны очень серьезно отнестись к этому, задуматься, не верить пропаганде, что от гриппа погибает больше и так далее. Вы должны знать, что Америка, Европа предпринимает экстренные шаги, они развивают цивилизацию, добиваются высоких показателей науки, техники, в экономике, вы должны понимать, если лучшие страны так обеспокоены и принимают такие решительные меры, а в Казахстане этого нет, значит, наше высшее руководство просто не в состоянии принимать никаких серьезных решений. Это факт. Поэтому сейчас мы должны обедняться. Обедняться, как я привел пример сегодня, когда 18 человек пришли и потребовали, чтобы разблокировали карты, они добились этого. Мы должны объединяться тысячами людей и мы программы наши объявим, что нужно делать правительству. Мы должны потребовать, чтобы правительство это сделало. И только тогда мы сами себя спасем своими руками. Многие из вас, конечно, будут говорить, тогда правительство займется репрессиями и так далее. Уважаемые друзья, сейчас в связи с предполагаемым дефицитом товара, а он будет, и масса других проблем, которые сейчас они вынуждены будут раскрыть, это все будет видно. Конфликт, плоскость конфликта резко расширится по всей стране. Если правительство попытается еще провести репрессии какие-то, как вы понимаете, они своими руками раздуют пожар. Поэтому не бройтесь никаких репрессий, просто объединяйтесь, просто требуйте, просто спасайте себя и своих близких. Я уверен, что сейчас наступил тот самый момент, когда мы должны задуматься, не ждать в стороне и говорить Шикур Тауба, потому что этого уже не будет, этого уже, к сожалению, не будет. Будут пустые прилавки, у вас не будет возможности покупать по более-менее приемлемым ценам самые элементарные товары. На ваших глазах в ближайшее время вы будете свидетелем, как будет сметаться товар, и у тех, у кого есть проблемы приобрести самые необходимые товары впрок на 2-3 недели, у них не будет возможности купить этот товар, не будет денег, просто товара не будет. И поэтому мы должны надавить на правительство, чтобы оно энергично и быстро двигалось. Это мы можем сделать только совместными усилиями. поэтому я сегодня вышел в экстренный эфир. Мы будем каждый день мониторить, вы не должны забивать. У нашей страны есть политические движения, демократические выборы Казахстана. Здесь собрались очень высококалифицированные люди, даже действующие правительства всеми объединенными силами не может противостоять нашим предложениям, не может предложить лучше нас, это уже факт. И все наши предложения экономические и политические обоснованы, строго подтверждены теми или иными расчетами. Поэтому вы должны помнить, что в Казахстане есть политические организации демократические выборы Казахстана, которые имеют свои политические программы, объединяют десятки тысяч людей, инициативных, талантливых, думающих о будущей нашей страны. И мы знаем, что делать, как двигаться. Другой вопрос, что многие еще опасаются, многие еще пассивные, многие думают, что пронесет мимо тебя все эти проблемы, или кто-то другой что-то сделает, а не ошибается, наступил момент, очень опасный, очень опасный для нашей страны, очень опасный для жизни наших граждан, если мы не будем активно действовать, наши нации в опасности. Поэтому я призываю вас быть внимательными, призываю объединиться, действовать совместно, мы каждый день будем озвучивать инициативы, я уверен, что мы сможем объединиться и стать сильной страной. Алга Казахстан.